Привет, друзья! С вами Сергей Пузанков и мы продолжаем нашу серию видео с решением задач собеседований. Сегодня у нас классная задача про числа Fibonacci. Еще эту задачу иногда разбирают, когда рассматривают такое понятие как рекурсия. Однако рекурсивное решение такой задачи не супер оптимальное, поэтому мы кроме него рассмотрим еще и решение без рекурсии и посмотрим, как это можно сделать. Что же такое число Fibonacci? Это последовательность чисел, которая идет строго определенным образом. Начинается она с нуля и единицы, и впоследствии каждое новое число является суммой предыдущих двух чисел. Так вот, наша задача написать функцию Fibonacci, которая будет принимать в качестве аргумента число n и возвращать n-ный элемент в последовательности Fibonacci. Я рекомендую вам сейчас поставить на паузу это видео и попробовать самим решить эту задачку. Ну что ж, прогресс на данный момент уже есть. Давайте посмотрим на решение, которое можно здесь сделать. Итак, мы с вами делаем функцию Fibonacci, которая принимает в качестве аргумента число. Это число и есть позиция элемента в нашей последовательности, элемента, который нам необходимо будет вернуть. Мы с вами создаем массив чисел Fibonacci, мы будем их вычислять и сохранять в этот массив. Для решения конкретно этой задачи не обязательно сохранять всю последовательность, можно хранить только последние два числа, так как для вычисления следующего нам нужно сложить эти предыдущие два числа. Но для упрощения решения конкретно в этом примере мы будем сохранять все числа Fibonacci. Кстати, в некоторых задачах именно такой подход и нужен. И в результате мы будем возвращать result, то есть это наш массив, в котором сейчас будут необходимые числа. И мы будем возвращать num элемент. То есть мы передаем позицию элемента в нашем result и мы его будем возвращать. Как же нам заполнить весь наш result? Сделать мы это можем с помощью цикла. Когда мы проходимся, во-первых, мы итерируемся уже не с нулевого элемента, то есть у нас нулевой первый элемент в нашем result уже существует. Поэтому мы с вами сразу начинаем с двойки и мы делаем следующее. Мы делаем предыдущий номер и предыдущий номер первый, предыдущий номер второй. Для вычисления мы получаем, то есть делаем result и минус один и минус два. То есть мы сразу, вот в данном случае у нас будет уже следующая позиция, то есть 0, 1, 2. То есть мы вычисляем следующее число и мы просто делаем result push. То есть мы push'ем в этот массив сумму этих чисел. То есть мы складываем с вами 0, 1, следующий элемент получится у нас единица. Когда мы будем складывать следующий, у нас получится 1, 1, будет 2 и так далее. И наш массив чисел будет в данном случае вырастать, вырастать, вырастать. Когда мы закончили, мы дошли, да, то есть у нас вот смотрите, и меньше либо равно нул. То есть мы дойдем до того числа, которое нам сказали, до той позиции в этой последовательности, которая нам была задана через аргумент. Мы просто заканчиваем наш цикл и берем готовый результат. Еще раз напомню, для решения конкретно этой задачи не обязательно хранить абсолютно все элементы внутри массива, но так более наглядно. А во-вторых, такое решение может понадобиться при решении какой-то другой задачи, когда нам нужно сохранять все элементы, которые мы с вами уже вычислили. В решении, которое мы только что с вами рассмотрели, достаточно большое количество излишних переменных, от которых можно было бы отказаться. Также здесь мы используем массив, в котором сохраняем абсолютно все числа Fibonacci, которые мы с вами вычислили, что тоже абсолютно неоптимально. Я это использовал для того, чтобы было легче объяснить сам принцип работы программы. Давайте теперь с вами напишем более сокращенный вариант записи этого же алгоритма. Создаем функцию Fibonacci Short. Также она принимает аргумент нам. Дальше мы создаем с вами две переменные A и B. Это как раз и будут те переменные, в которых мы будем с вами хранить предыдущее значение Fibonacci и предпредыдущее значение Fibonacci, так как нам их впоследствии необходимо будет суммировать. Нам нету надобности создавать массив и хранить абсолютно все числа. Достаточно всего лишь двух переменных для двух чисел. Дальше мы с вами создаем цикл. И в цикле мы итератор сразу ставим на третью позицию, потому что первые два числа у нас уже вычислены, нам не надо вычислять их. И мы создаем с вами переменную C, которая будет равна A плюс B и делаем свитч переменных A равно B, B равно C. Опять же, если использовать полностью ES6, мы можем сократить вот это все. Давайте здесь напишем, нам необходимо, смотрите, сразу пишем в A мы присваиваем значение, которое хранится в B, а в B присваиваем значение, которое хранится в C. Если есть желание, можно отказаться и от вообще переменной C. То есть вот это все мы можем с вами выбросить. И у нас получится вот такая вот короткая запись. Запускаем, проверяем, что у нас отлично все работает. Десятый номер порядковый, это у нас число 55. Такое решение задачи работает достаточно быстро. В отличие от варианта, который работает с рекурсией. Давайте мы его тоже посмотрим. Итак, вот наше решение с помощью рекурсии. У нас есть функция Fibonacci 2, которая точно так же принимает число. И смотрите, здесь у нас есть return. Мы вызываем эту же функцию, но вызываем ее уже не с значением просто ну, а число и минус 1. Или Fibonacci ну минус 2. То есть мы вызываем эту же функцию. Она в свою очередь вызовет себя опять, еще раз, еще раз, еще раз, до тех пор, пока у нас не отработают условия. Когда у нас num будет меньше 2, а num меньше 2, когда у нас он будет равен 1. И в этот момент у нас просто будет возвращаться это число. То есть мы будем возвращать этот num. И в результате этого всего у нас будет посчитана вся последовательность. И мы сможем понять, какое число стояло у нас на num позиции. Однако такое решение очень-очень медленное. Рекурсия наседает очень много ресурсов всегда. Поэтому если у вас есть возможность не использовать рекурсию, старайтесь это делать. Кстати, интересный факт. Есть такая группа Tool, у них есть песня Lateralus. И фанаты вычислили, что в этой песне у них, во-первых, такт идет, скажем так, согласно числам Fibonacci. Если в первом куплете посчитать количество слогов в словах, они тоже четко коррелируют исключительно с числами Fibonacci. То есть там 5, 8, 13 и так далее. Если интересно, я оставлю ссылочку на видео с разбором внизу в описании. Посмотрите, прикольно. На сегодня у меня все. Решайте задачки каждый день. Это очень полезно для вас, для вашего развития. Заведите практику, что вы на ежедневной основе решайте какие-то JS-ные задачки. Либо на алгоритмы, либо на базовые принципы JavaScript. Так вы будете прогрессировать с каждым днем. Ставьте лайк, если видео было полезным. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков. А еще оставляйте в комментариях пожелания по новым темам для новых видео. Присылайте свои новые задачки с собеседований. Либо спрашивайте своих друзей. Кстати, им тоже отправьте ссылочку на это видео. Я думаю, им будет очень полезно. Если вы еще не видели предыдущие серии, обязательно кликайте сюда и переходите, смотрите. До новых встреч на канале. Пока.